В Индии интересный случай был. Мы освещали поселок Кудам-Кудам наших специалистов. Это там атомная электростанция наша строится. Это южная конечность Индии. И вот я шел, как обычно, с чаши и крапил. Поселок достаточно большой. И вот я иду так уверенно, краплю, краплю. А сзади меня слышу, кричат. Отец Алексей, подождите, не мешайте. Отец Алексей, не мешайте. Я же, видите, делом. Отец Алексей, там змеи. Я как услышал. Они же там действительно очень ядовитые змеи. Достаточно одного укуса. Там змеи есть, пятиминутки называется. Пять минут, укус, все, человек уже труп. Историки называют эту землю плавильным котлом народов. Здесь рождались и уходили в небытие разноликие племена и царства. Отсюда катилась на запад многотысячная армия жестоких гуннов. Здесь родилась Золотая Орда. И отсюда повел свое тысячеконное войско на завоевание мира великий монгол и полководец Чингисхан. С тех пор зовут монголы свою землю Чингис-Делхии. Земля Чингиса. Шли века, но все так же кочуют по этой земле со своими войлочными домами, юртами, потомки золотоордынцев. И по-прежнему свобода и хороший конь – главное богатство вольного монгола. И как сотни лет назад силу и красоту этим людям дает вольный степноветер, напоенный душистыми травами и молоко степных кобылиц. И так же, как в далекие времена, звучит в юрте старинная мелодия. Она сопровождает игру Данбе. В этой игре вместо привычных для европейцев костяшек игроки выкидывают пальцы. У кого больше, тот и выигрывает. А потом проигравший пьет пиалу шипучего хмельного кумыса. За долгие часы игры проигравшему приходится выпивать до 10 литров этого конского бальзама. За этим ритуалом внимательно следят не только старики, но и духи предков, живущие в каждой юрте. Так уж сложилось, что духи, как злые, так и добрые, мирно уживаются с Буддой и его учениками. А барабаны датсанов сливаются со звуками шаманских бубнов. Но вот уже 10 лет над Улан-Батором звучат не только буддийские песнопения, но и торжественно плывет звон православных колоколов. Отец Алексей, нынешний настоятель Свято-Троицкой церкви, приехал в Улан-Батор в 2005 году. Мечтал он возвести здесь большой православный храм, которого давно уже в Урге не было. В 1998 году в здании бывшего советского торгпредства был открыт православный Свято-Троицкий приход. Однако за эти годы здание обветшало и требовало ремонта. И отцу Алексею пришлось взяться за эту работу. Но не было ни строительных материалов, ни средств. Но произошло чудо. Крест привезли какие-то из Улан-Удэ, крестным ходом. Во главе стоял отец Евгений Старцев, он был настоятель тогда Свято-Адикитрийского собора в Улан-Удэ. И они организовали такой поход по местам боевой славы. У них был автобус большой, такой, мерседес, по-моему, двухэтажный. И вот они разобраны в виде везли эти несколько крестов, по-моему, семь крестов или сколько. Последний крест они поставили на Холм-Килголе. Вообще такая героическая акция у них была. Но как они нас поддержали, это что? Потому что я собирался делать как раз ремонт вот здесь здания, собирались делать. И все не клеилось. Вот никак вот. А тут вот они приехали, подарили нам два креста. Один мы поставили здесь, на кладбище еще, да. Мы поставили их во вторник, по-моему, да. А в среду пришли жертвователи. То есть денег не было, вообще никаких денег. Абсолютно. Пришли жертвы, жертвовали деньги. Где-то в четверг, до той же недели буквально, после их приезда, все. Пришли китайцы, говорят, что надо делать, все сделаем быстро, будем работать от рассвета до заката. Говорю, ну, может, просто выражение такое от рассвета до заката у нас же есть, да? Вот. Оказалось буквально. То есть вот тут утром они встают, только солнце восходит, они уже как роботы такие идут работать. Вот. Тут только солнце садится, вот только-только садится. Они прямо вот, где кто стоял, бросают все. Но самый первый день был просто потрясающий. Они говорят, завтра наши приедут. А они здесь поселились, в приходском здании. Вот. Ну, привезли, да, быстро, оперативно приехали. Разложились быстро. И говорят, ну, что мы будем лежать? Нам надо работать. Где леса? Вот леса, значит, все. Я говорю, ну, этих лесов вам хватит на, наверное, на дня два будете собирать. Проходит два или три часа. Они прибегают китайцы, говорят, еще где леса? Я говорю, не может быть. Выхожу, правда. За полдня забрали то, что, ну, больше, чем за недели, недели, две недели собирали до этого. Они за... собрали столько, и причем все делали так вот виртуозно, все эти... замки летают там, они там по этим лесам прыгают. Все очень быстро, быстро. За 20 дней сделали работу, покрасили колокольню, купол, само здание, и штукатурили, покрасили. Все быстро. Но началось все, я же говорю, началось все с креста, вот с этого. Кроме необходимых строительных работ, отец Алексей решил хоть как-то украсить бывшее казенное здание. Вот этот вход мы конструировали вместе, совместно с Пуревжалом, просто сели вот так, начали рисовать. Вот как сделать? Так, 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 так. Нарисовали. А вот эти вот узоры, это же виноград, да? Библейский символ все-таки виноград. Он сам его делал буквально, сам вот эти вот прутья, листики вставлял. Это же нестандартно. Вот нигде в Монголии таких вот входов нету больше. Это только вход в наш храм такой. Сделали тоже очень быстро. Работали просто идеально. Там ребята так приехали, раз-раз-раз-раз-раз, монгольские ребята. Чтобы вы просто не подумали, я китайцев похвалил. Вот. У них тоже есть свои проблемы. Вот. Китайцев нету творчества. Практически нету творчества. Они могут копировать, хорошо копировать. Вот. Но сами чего-то вот такое вот не получится, не получается. Какие-то вот стандарты, все. Дальше, где творчество, они стопор. А у монголов есть творчество. Вот. Они менее дисциплинированы, но они более творческие, и творчески более свободные. В окнах появились витражи с древнехристианскими символами. Строилась мраморная лестница. Внизу отец Алексей мечтал разместить воскресную школу с буфетом, учительской, с комнатами для различных кружков. Три класса здесь и два класса вверху. Там еще учительская. И очень хотелось сделать отдельную комнату крестильню. Это мастерская нашего пользования. Он сейчас делает узоры для иконостаса. Мы из интернета вот такие вот узоры различные вытаскивали, и он, соответственно, их делает, но делает творчески, не просто так копирует, а обычно добавляет какие-то монгольские элементы. Вот здесь, например, это чисто монгольские элементы. Еще вот интересно, он как-то вот к вере, к нашему, он не крещеный, он не крещеный, и семья их не крещеная. Но они очень уважительно относятся. Они приходят в храм, они на богослужениях стоят. По-русски практически ничего не понимают, но вот им хорошо прийти, фрам свечки поставить. Требуется, судя по всему, время, чтобы как-то им осознать, принять. Традиция ведь иная, воспитывались они в другой традиции. Вот. Наверное, годик пройдет, два года пройдет. Хотя они уже говорили, что готовы, хотели бы креститься. И вот когда первый раз они показали своего малого мне, вот, я думал, девочка, я думаю, какая у вас девочка, дочка хорошая, сколько раз, говорит, вот, пока, значит, вот Аюна не показала, что это мальчик говорит. Мальчик говорит, как же так? Говорит, причем они так натуральны все, она подходит, штаны им снимает, говорит, вот, мальчик. Говорит, ты все не видишь? Хватит, говорит, девочка. Говорит, махте, рахте. Говорит, рахте. Вот, и волосы не стригут, первый раз в три года должен стричь волосы лам, буддийский лам. А лам переводится с монгольского, это священник. Вот, они настолько привыкли уже здесь, они подошли ко мне и говорят, ну, ты же лам? Я говорю, да, я лам, би лам хун. Вот, я говорю, да, действительно так. Ну, если так, то, говорит, ты же можешь постричь? Вот, первый раз постричь. И, действительно, я взял молитву из Таинства Крещения, там входит чин пострижения, посмотрел, и, в принципе, эту молитву вполне оправданно можно было бы и до Крещения прочитать, это посвящение было. Поэтому прочитали молитву, и они принесли огромные такие большие ножницы, и постриг, все как положено. У них большой праздник, вот этот вот день пострижения, когда постригают первый раз. Потом каждый подходит и состригает клочок волос. Состригают, причем последний вот окончательно стригут его на лосо. Вот, и на следующий день он пришел лысым уже зато. Иконы Святой Твоицы приходят. Очень надеялся отец Алексей, что будет прирастать его приход новыми верующими. Поэтому старался он украсить свою церковь и обновленным иконостасом, и новыми окладами икон. Но по-прежнему мечтал отец Алексей о будущем большом храме. В 2001 году сюда приехал митрополит Кирилл. И у нас есть, сразу вынесу, покажу, первый камень, который закладывал митрополит Кирилл. Точнее, он освящал этот первый камень. Когда уже будет первый, ну, ну, нулевой цикл мы выйдем там, вот мы этот первый камень будем закладывать туда. Уже освященный митрополит Кирилл. То есть место освящено. Одна женщина, она спросила у митрополита, «Владыка, а вы уверены, что храм будет действительно построен на этом месте?» А он, так сказать, говорит, «Вы знаете, вот такая харизма, говорит, вот где не освящали храм, где меня не освящал храм, вот, они там в итоге строятся все равно. Вот так что мы думаем, что благословение Владыки все будет нормально построиться. Вот, Божье благословение, и вот этот камень. Женечайный троица». Как благословение будущему храму Владыка Кирилл подарил эту икону. «Когда мы начали здесь ремонт, в храме только, а мы начали с окон, выбили окна старые, а новые окна должны были привезти на следующий день. Погода была нормальная, и мы сказали, подождите, утро мы привезем. Мы завесили все, я на всякий случай просто, хотя говорю, ну а зачем завешивать? Если спокойно, тихо, мирно, как сейчас солнышко, все нормально. Зачем завешивать там иконостас? Ну все-таки на всякий случай завесили иконостас, там и престол завесил. Вот, положил кирпичики на всякий случай, чтобы вот так вокруг, чтобы вот это вот все было аккуратненько. И тут вот вечером начинается пыльное боле, вдруг ни с того ни с сего. Сильный ветер, вот это все сдувает вообще, все. Срывает даже кирпичи, вот, которым придерживали целлофан. Все это срывается. Я захожу на алтарь, господи, это ж такой ужас там. Там все, вот святыни разбросаны, но благо они разбросаны по престолу, потому что все срывало, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо, пожалуйста, там какой-то природный изменить. Шаман обращается к этим самым бесам. Потом эти бесы, естественно, людей начинают как-то терроризировать. Конечно, так вот чувствовалось противодействие вот этих вот сил духовных в самом начале. А потом, да, вот закончилась пыльная буря, и потом ночью сильный дождь. Все это заливает здесь. Я вот сюда пришел, знаете, вот вечером, я зашел сюда, я так вот взялся за голову, думаю, господи. А было, ну, более-менее нормальный храм. Ну, там надо было ремонт, ну, вроде бы, ну, все, ничего. А я тут снес стену, эти окна выбил. Господи, я захожу, все разрушено, все. Вообще все вот это, все, это еще такой слой этого песка здесь круглого. Говорю, что я наделал? Я разрушил храм, наверное. А что скажут? Я думаю, а если завтра не приедут, и окна не встанут? Это было пятница. В субботу уже служить, что прихожане придут, как мы будем здесь служить? Я так переживал, господи. Ну, слава богу, на ней все-таки приехали, окна вставили, порядок навели, все подмели, все прибрали. Вот такое было начало. А начало строительства вот этого храма тоже было точно так же. Во время строительства нового храма силой зла рвали водопроводные трубы, опрокидывали арматуру. На одной из фотографий, сделанной в минуты разгула духов, красным ярким пятном запечатлелось нечто. Специалист утверждает, что это не фотобрак и не монтаж. Но все это сопротивление не заставило отца Алексея разлюбить эту землю. Какая панорама красоты, красота какая, да? Вот сопки, вот это все. Я никогда за целый год, я взгляд не устает смотреть на сопки, не привыкаюсь. Небо в Монголии, сопки, это, конечно, и в Лумбаторе, это красота. Еще 150 лет назад западные путешественники, пересекающие пески Гоби и преодолевающие крутые перевалы Хингана, с восторгом писали об удивительной красоте этой земли, о доброжелательности и лукавой мудрости кочевых народов, населяющих эту страну. Правда, некоторые европейцы пренебрежительно называли их полудикими племенами Центральной Азии. И никто в мире не знал, что на этой земле еще 700 лет назад родился Великий Эпос, сокровенные сказания о жизни и подвигах Чингисхана. В XIX веке в старых китайских рукописях нашел это сказание, изучил и перевел на европейские языки русский православный епископ Палладий Кафаров. Его стараниями Эпос кочевого народа встал в один ряд со словом о полку Игореве, Нибелунгами, Калевалой, Манасом. Лесом одеты на севере горы. Хэнтея, Хангая, Саян, Вышина. На юге Габийской пустыни просторы. Менена, Намина, Шарги, Желтизна. Все это Монголия. Земля моя. Оно, Керулен и красавица Тола прозрачные воды несут на луга. Буир, Упсул, Хупсугул озера. Глубокий, в них светло-лазурна вода. Живой хрусталь целебных водоемов кочевника наполнил влагой уста. Так постепенно Монголия открывала себя миру. В библиотеке Троицы Сергеевой Лавры отец Алексей перед поездкой в Монголию нашел в старой подшивке из-за байкальских ведомостей за 1914 год рапорт священника из Урги Федора Парникова. Отцу Алексея показалось удивительным совпадением, что отец Федор, как и он, был вторым священником ургинского прихода и ставил те же задачи, что через сто лет стали перед отцом Алексеем. Отец Федор очень хотел, конечно, построить храм здесь отдельный и жизнь активизировать, вот приходскую жизнь. Отчасти ему удалось. Храм он не смог построить, да. Но отчасти ему удалось активизировать жизнь. Он, в частности, один из первых был, кто открыл здесь училище, профессионально-техническая, в котором учились монголы. Вообще монголы его очень уважали и любили. Филантроп по своей натуре был. Отцу Федору так и не удалось осуществить свою мечту. Революция 1917 года, внешняя неопределенность и сумество внутренней жизни России способствовало росту нестабильности в жизни русской колонии в Монголии. Ну а сам священник, отец Федор Парников, 28 января, по старому стилю, и в 21-м году, после трех дней зверских пыток, был убит белым бароном Унгерном фон Штенбергом, захватившим тогда Монголию. Вечная память всем тем, кто жизнь свою отдал за веру православную, и кто до самой смерти служил России и ее народу. Хочется верить, что отец Федор Парников будет причислен к лику святых мучеников за веру и верность пострадавших. Сколько их на Руси? Несчесть. Поминают их имена в больших и малых православных приходах. Отец Алексей старается рассказать своей пока не многочисленной пастли, о великой любви, которую несет людям наш Господь. Эту любовь начинают чувствовать и молодые монголы, потянувшиеся в эту церковь. Соланго привела сюда тетя, принявшая православие в Европе, где она работала. Соланго приняла крещение и стала верной помощницей отцу Алексею. Вместе с ним и другими девочками помогла наладить изготовление свечей, пусть пока не очень красивых, но таких необходимых здесь, в этом небольшом храме. Вот пришло, получается, вот это вот. Она делает так, выходит, выходит. Девушки пришли, конечно, тоже как-то Господь их направляет. Получается, ну, они ищут какой-то тепла, мира. Они здесь в храме его находят. Первой к нам пришла вот девочка Хонка. Ей очень понравилось петь. Это было накануне Рождества, когда она пришла, и мы спели вместе с ней, у нас был прием, калятку. «Спи Иисусе, спи». Она все время напоминает, все время эту калятку пела. «Спи Иисусе, спи, спа тоньки ходи». И мы с ней спели, она говорит потом, после этого, все сложные моменты в жизни я всегда пела вот эта вот калятка. Хотя слов практически не понимаем. Постепенно храм пополнялся новыми иконами. Первую писанную икону подарили те самые кадеты, которые вместе с отцом Евгением поставили здесь в Монголии православные кресты. Дарили редкие иконы и прихожане. Здесь рядом с святителем Николая икона Монгола, это Монгол, преподобный Петр Царевич Ардынский. В 13 веке туда приехал святитель Кирилл Ростовский и племянник хана Берке. Очень поражен был чудом исцеления, которое он совершил на глазах у земленных монголов и хотел принять его веру. И когда уже святитель Кирилл уезжал в Ростов обратно, он вместе с ним поехал. Он взял, привез его в Ростов. Ну, не сразу его крестили. Он жил при архивейском доме, изучал священное писание. Ходил на богослужение, даже не понимал еще богослужения Монгол, но молился, уже учился молиться, обращаться к Господу. Хотел построить храм. Храм в честь Петра и Павла. Такое было ему откровение от Господа. Его крестили, кстати, с именем Петр. Сразу же, изначально, в честь святого апостола Петра. Так как он отказался от всех своих богатств и наследств, то возможности такой не было. Вот здесь вот на иконке изображается, здесь небольшой, эпизод из его жития. Он лежит спит на берегу реки. Он как раз молился усердно, как бы вот выйти из этого положения. И к нему явились святой апостол Петр и Павел. И дали ему в руки два мешка. Один мешок с золотом, и другой мешок с серебром. Но это было во сне, в видении в таком тонком. Какое было изумление, когда он проснулся и обнаружил вот эти вот два мешка с золотом и серебром. Он с этими мешками пришел к епископу, и епископ повел его к князю. А у князя там некоторое искушение случилось. Судя по Акафисту, в житии так мало описывается. Но Акафист, вот ты читаешь, Акафист это как житие краткое, и более раскрытое, кстати. Там какое-то искушение случилось. Ведь узнав о деньгах, князь говорит, ну давай, типа можешь строить, землю купи. Вот. А он согласился. Это было первое условие, первое искушение. А второе искушение было, что князь посмотрел, просив с собой, молодой человек, говорит, надо бы тебя женить еще. И на благородной девице, да, вот у него женили. Он тоже, освятитель тут же благословил, согласился, женился. Вот. Но все, вся его вот эта вот мечта и жизнь была вокруг этого самого храма, построения храма. И дело в том, что апостолы ему сказали, не беспокойся о деньгах, не оскудеют деньги. Вот не оскудеют деньги. Те, которые мы тебе дали, они не оскудеют. Когда хан Берке умер, целое посольство приехало в Ростов для того, чтобы он вернулся в Орду и наследником был ханства. То есть все, чтобы хастал хану, он отказался. Он отказался тоже, это на самом деле очень такой момент удивительный. Все-таки действительно, жития святых, это постоянный отказ от самого себя во имя дела Божьего. Это святость, она этим проявляется, наверное, в жизни уже. Да, потом уже, когда он почил Босе, там чудеса совершались многие, и рядом с его могилой, потом мощи обрели. И сейчас Свято-Петровский монастырь восстанавливается. Вообще чудесным образом уже перед отъездом моим сюда вот эту икону подарил один из наших прихожан в Москве, в Камере, уже начальник Троицы, хорошо услужил. И вот он и пришел, говорит, я знаю, в Монголию уезжайте, надо небесному покровитель. А наверняка это и есть покровитель такой вот именно в Монголии, там как сам, скорее всего, был монголом. Ну, действительно был монголом. Вот, и подарил мне икону и акафист. А вот мы раз в две недели служим перед этой иконой и акафист преподобным Петру Царевичу Владимирскому. Потому что задачу он тоже сам уставил, построение храма. Вот, и мы тоже ставим задачу построения храма, только здесь. Здание Свято-Троицкого прихода расположено через дорогу от того места, где раньше находилось первое русское посольство. Даже сейчас на крыше современного магазина, перестроенного из посольского здания, видны остатки колокольни. В 1840 году сюда прибыла первая русская миссия, состоящая из трех дипломатов и двенадцати казаков для их охраны. Однако принятые русские дипломаты были с удивительным радушием, и казаки быстро подружились с местным населением. И даже стали принимать участие в народном празднике на Адам. Этот праздник «Три игры мужа» зародился еще в III веке до н.э. Стрельба из лука, национальная борьба и скачки. Казакам нравилось мериться силами с этими степными орлами, а монголы с удовольствием учились казачьи выездки и джигитовки. Несли свою службу казаки исправно, и как люди боголюбивые, стали строить церковь Троицы. Во время освобождения Монголии от власти Китайской империи казаки решительно выступили на стороне своих монгольских друзей. А монголы, в свою очередь, считали русских казаков своими верными друзьями и с тех пор к их православной вере относятся с большим уважением. Уже 22 марта 1864 года здесь была отслужена первая божественная литургия священником из Забалькалья Иоанном Никольским. И этот день по новому стилю 4 апреля можно считать днем рождения Троицы в Урге. Можно было бы отмечать масштабно, потом, даст Бог, может и будем отмечать. Как и прочим отмечать еще праздник Кирилла и Мефодия. День славянской письменности. Вы прекрасно знаете, что здесь кириллица в Монголии. Так что это не только славянская письменность, но и монгольская письменность. Кириллица здесь основной алфавит на данный момент. Дай Бог, чтобы и было так. В марте 1941 года Совет Министров и ЦК Монгольской Рабочей Партии приняли постановление о введении нового алфавита на основе русской графики – кириллицы. Русские ученые совместно с монгольскими языковедами создали азбуку, которая идеально соответствовала фонетическому строю монгольского языка. 30-е и 40-е годы прошлого столетия – это годы бурного развития экономики и культуры Монголии. Советский Союз очень активно помогал этой молодой республике. Мирное сотрудничество было скреплено и воинским братством, родившимся на Халкинголе, а потом – на военных дорогах Второй мировой войны, закончившейся разгромом милитаристской Японии. Когда едешь и видишь русский кабель, русские материалы, русское железо или еще что-то такое, русские краски, русские – это реклама, потому что русский считается качественным. У меня даже был случай, я зашел в магазин, покупали огнетушители для храма. Я у монголки спрашиваю, а там огнетушители лежат, французские и русские. Я говорю, французские чуть подороже стоят, французские чуть подешевле. Я говорю, а как же так, ну вот вроде французские лучше, наверное, да? Какие лучше покупать? А они от французских компаний выступают, то есть дистрибьюторами. Ну, побочно еще и русские огнетушители. Она, по идее, должна была бы рекламировать мне французские огнетушители. Она говорит, конечно, русские покупайте. Я говорю, какие лучше русские? Конечно, русские покупайте. Они на самом деле к русским относятся очень-очень хорошо до сих пор. Мы упустили время не только политически, экономически, но в каком-то смысле мы упустили время и в смысле проповеди христианства, проповеди православия. Ну, собственно, это и есть, собственно, проповедь христианства. И сейчас, если, допустим, я иду по улице в Лонбаттере, то мне вслед кричат, что «Хеллоу!». Я оборачиваюсь и говорю «Здравствуйте!». «О, русский!». Потому что меня воспринимает священника, но священника, приехавшего откуда-то из-за границы. То есть либо американского, либо откуда-то из запада, западной стороны. Молодежь, к сожалению, уже почти ничего не знает о России, не знает русский язык, как знало его старшее поколение. Теперь многочисленные западные проповедники и культурологи пытаются духовно оккупировать эту страну. В одном только у Лонбаттере более 30 различных, так называемых, христианских религиозных сект. Там, под знаменем свободы совести, эти проповедники навязывают молодежи свои общечеловеческие ценности. Они пытаются их противопоставить национальным традициям и национальной культуре. Действуют они очень агрессивно. И, безусловно, подрывают местную культуру. И, безусловно, насаживают ту культуру, которая сейчас насаживается во всем мире. Так называемая цивилизация. Которая в результате придет к катастрофе всего человечества. Процесс глобализации к этому и ведет. Поэтому задача наша здесь, нашего прихода, это не только показать величие православия. Да, и монголам. И показать им, и рассказать, донести для них христианство. И истинное христианство. Вот в чем смысл нашего пребывания здесь. Настоящие христиане. Не тот подлог, который им представляют. Католики, протестанты, другие, так называемые, христианские группы. Мормонов, в принципе, называть христианами вообще не принято. Хотя официально они так именуются. Иметь дело и общаться, решать какие-то проблемы. Нам лучше даже с религиозными лидерами ламаизма, нежели с христианами, которые здесь есть. Что бы там ни твердили апологеты американского образа жизни, Монголия по-прежнему неразрывно связана с Россией не только своим географическим положением, но и своей духовной культурой. Буряты, тувинцы и калмыки, как и монголы, исповедуют буддизм, одной из самых мирных и глубоких религий. Великий русский путешественник и ученый Пржевальский специально занимался исследованием буддизма в Монголии и пришел к выводу, что именно здесь, в Монголии, самое глубокое понимание постулатов этого философского вероучения, которое отвергает насильственный характер борьбы с инаковерующим. В годы татаро-монгольского ига нередко были случаи принятия православия монгольскими ханами и их женами. Они верили, что русский бог оградит их от многих несчастья и бед, потому что он несет им любовь. Великий Чингисхан обращался к своим подданным с такими словами «Кто воздвигнет храм Божий на земле монголов, тот человек благородный». Мы хотим храм построить именно как память о нашем здесь пребывании. Память не только вот этих дома, которые построены советскими, российскими специалистами. Русские, украинцы, белорусы, все здесь были и строили. Мой отец тоже здесь был с 82-го по 84-й в Дархане, начальником ДСК. Тоже участвовал в этом строительстве. Пожалуй, оставить память на века, как самое архитектурное сооружение, которое было бы символом того, что русские здесь сделали. Я бы сказал, даже символом дружбы, советско-монгольской, русско-монгольской. Причем это не какие-то такие вот слоганы, слова. Это действительно так. Монголы нас до сих пор еще любят. За два года, прошедших с последней встречи с отцом Алексеем, здесь, в Улан-Баторе, удалось осуществить планы, на которые, казалось бы, не хватило и десятилетия. Несмотря на трудности, новый храм Рос поднимался ввысь, опоясывался белокаменными узорами, украшался удивительными фресками. Все больше и больше появлялось у отца Алексея помощников и благодетелей. И старый приход нельзя было узнать. Исполнилось почти все, что задумал отец Алексея. Сам погибай, а друга выручай. Открылась воскресная школа. Но для отца Алексея изучение основ православия не самоцель. Он хочет приобщить ребятишек не только русских, но и монгольских к русской литературе, к великой русской культуре, научить их живому русскому языку и познакомить с русской музыкальной классикой. Он уверен, что здесь, в его школе, вырастут подлинные друзья России. Вот и старается отец Алексея создать при приходе еще и детские кружки по гончарному делу, лепки, живописи. Для девочек он открыл балетный класс. А для мальчиков создал хоккейную команду, которая, кстати, стала победительницей на международных соревнованиях в Иркутске. И благодаря этой просветительской деятельности пополнился прихожанами старый храм. Нередки стали здесь крестины и венчания. Изменилась судьба и наших старых друзей. Солонго, подучившись, стала регентом церковного хора. Плотник Арвай и его семья крестились. Теперь он носит русское имя Тимофей, а его жена Аюна в крещении стала Ольгой, а маленький сын Тоги – Федором. Когда будет освящен новый свято-троицкий храм, эту церковь отец Алексей хочет посвятить своему небесному покровителю Сергию Радонежскому. Здесь будут совершаться повседневные службы, а в праздничные дни прихожан будет принимать новый большой храм. Когда я сюда приехал, думал, что вот как получается. Мы ученики, а я дерзаю себя отнести к ученикам преподобного Сергия, хотелось бы быть таким. Мы ученики, разбредаемся по всему миру. Мы приезжаем к Троице Сергею Глоравру, учимся в семинарии, в академию, а потом нас куда только не забрасывает после этого. Ну, Господь ведет, надо быть в том месте, где воля Божия. Ведь он называется преподобный Сергий – собиратель земли русской. Мне хотелось и хочется очень, чтобы здесь тоже была часть земли русской, не в политическом плане, нет, а в духовном. А в духовном, а это гораздо больше, чем какие-то политические завоевания или что-либо в этом духе. Для этого не обязательно много, большой приход какой-то и огромное количество адептов, как стремятся к этому, допустим, миссионеры, западные миссионеры. Наверное, не обязательно, потому что преподобный Сергий, он пришел в глухомань, в лес, стал молиться там, построил с братом Стефаном, построил храм в честь Святой Троицы. И ему, в принципе, этого было достаточно. А потом люди стали собираться. Но уже одно то, что он в нашей родине, как бы поврежденное было сердце, и он это сердце заставил вновь биться. Вот. И поэтому, когда я вот сюда приехал, у меня мысль была, ну, то, что место, в котором надо, чтобы в нем билось сердце. И поднялся на древней земле Чингисхана под высоким монгольским небом православный храм во имя Святой Живоначальной Троицы. Господи, слава Тебе, сотворивший вся! ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok